Признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным. Рассмотреть соответствующее ходатайство просит суд защитник экс-пресс-секретаря Владимирского горсовета. Во Владимире проходит судебный процесс над Юрием Борисовым по делу о клевете в отношении представителей власти. В материалах дела также фигурирует имя другого видного регионального единоросса Романа Александрова. Правда, последний объявлен в федеральный розыск. В ходе этого слушания судья зачитала отрывок из постановления следователя. 2 ноября 2022 года около 8 часов 39 минут в неустановленном месте через сеть интернет, социальные сети, телеграмма распространила заведомо ложные сведения относительно Лозлова. Тем самым, в честь и достоинство последнего, в ходе расследования уголовного дела установлено, что Александров совершил преступление в группе лиц по предварительному сговору Бориса. Юрий Борисов, до поста руководителя отдела по связям со СМИ городского совета Владимира, был пресс-секретарем областного отделения «Единой России». Как полагает сторона обвинения, он действовал в сговоре с другим видным единороссом прошлых лет Романом Александровым. И оба они причастны к публикациям в анонимных телеграм-каналах, которые содержат клевету в отношении первого замгубернатора области Дмитрия Лозлова и экс-начальника управления по социально-хозяйственному обеспечению обл. администрации Анны Знатновой. Речь идет о телеграм-каналах «Владимирский тракт» и «Владимир Владимирович». В них заявлялось, что Анна Знатнова продвигалась по служебной лестнице благодаря покровительству со стороны высокопоставленных руководителей. А по поводу Дмитрия Лозлова, что он якобы выпускник одной из программ Госдепа США. В деле о клевете оба они являются потерпевшими. Что касается второй стороны, то по мнению защитника Юрия Борисова, постановление следователя о возбуждении уголовного дела содержит грубые нарушения. При этом издал на тексте непонятно, когда, где и какие действия, с кем, а также какой глупость совершил Борисов. Указание на службу служило поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Как того, требует статья 146 УПК РФ, указанное в постановлении. Таким образом, следователем, допущено грубо нарушение норм уголовного профессионального законодательства, принесение указанного постановления, судя, что признание незаконным. Также стало понятно, что сторона защиты на одном из прошлых заседаний выступила с ходатайством о возвращении дела прокурору. В результате судья отложила заседание, чтобы гособвинитель изучил ходатайство. И необходимости государственного, сторона гособвинителя, времени для прокурорки. Дальше заключение, даче пояснение по указанному ходатайству суд, все счастье на месте, постановило положить рассмотрение уголовного дела до 22 апреля 10.00. К слову, в ходе этого заседания были допрошены следователи, занимавшиеся расследованием дела. Однако допрос проводился в закрытом формате, без участия СМИ. Алексей Домнин, Артем Замоскин, Шестой канал.